Всем привет! Это интернет-проект «Алмазные грани», где мы говорим о молодых, талантливых и успешных. У нас в гостях сегодня красивая девушка, любящая жена и мама, бизнес-вумен, руководитель караоке-бара «Запой» Вера Шпилевская. Вера, привет! Привет, Настя! Вера, насколько мне известно, ты начала свою карьеру в Республиканском центре поддержки предпринимательства. А сейчас уже сама являешься руководителем собственного бизнеса. Вот скажи, это влияние среды предпринимательской или нечто иное? Безусловно, работа в сфере предпринимательства наложила свой отпечаток на мое сознание. То, что я начала свой путь именно в государственной структуре, связанной с развитием малого и среднего бизнеса, мне очень помогло. Потому что я всегда считала себя причастной больше к сфере бизнеса и хотела, наверное, больше этим заниматься. Но, тем не менее, всему свое время, поэтому тот опыт, который я приобрела там, экономический, юридический опыт в сфере документа оборота, он незаменим. И я очень благодарна структуре, в которой я работала, за то, что она мне дала такие знания. Быту такое мнение, что в сложное экономическое время страдает именно сфера услуг. Как ты рискнула открыть караоке-бар? На самом деле, я сразу хочу сделать поправку, что рискнула не я. Я в любом деле, в любом вопросе всегда целиком и полностью полагаюсь на своего мужа. Именно вера в него, в наше общее дело и дает силы нам заниматься чем-то новым. Это первое. Во-вторых, караоке – это не просто кафе, бар или место, где можно посидеть, отдохнуть. Караоке – это нечто большее. Здесь человек может отдохнуть душой, выплеснуть свои негативные эмоции. В больших городах это очень популярно. Наш город хоть пока и... Ну, не пока, хоть он и небольшой, но тем не менее, людей, ценящих такой отдых, достаточно. И мы всегда очень рады, когда к нам приходят новые посетители и открывают люди для себя этот вид отдыха. Мы, в свою очередь, делаем все, чтобы им было комфортно, уютно у нас отдыхать. Мы стараемся на благо наших гостей. Дай, пожалуйста, совет, как начинающим предпринимателям определиться со сферой бизнеса, если Google и бизнес-молодость, предположим, не вдохновляют. Ну, я считаю, что здесь нет какого-то специального рецепта успеха. Все очень индивидуально. Прежде всего, конечно, нужно основываться на своих собственных взглядах, интересах. Дело должно доставлять удовольствие, прежде всего. И заниматься нужно именно своим делом. Недаром оно так называется. Во-вторых, обязательно нужно написать грамотный бизнес-план, где вы изложите все свои мысли, и уже станет понятно, насколько рационально заниматься тем или иным видом деятельности. Дальше нужно, конечно, изучить конкурентов в этом регионе и понимать, чем вы хотите заниматься и насколько вы оправдываете свои вложения. И в заключении хочется сказать, не бойтесь рисковать, и у вас все получится. Какой возраст у твоих сотрудников? В основном, практически стопроцентно, наш коллектив состоит из молодых, креативных, инициативных, профессиональных кадров. Ребята очень грамотно относятся к своей работе с большой любовью и с большой отдачей. Есть такое выражение «разделяй и властвуй». А какими секретами эффективного управления ты могла бы с нами поделиться? Я не считаю себя суровым начальником и нахожу авторитарную схему управления персоналом, основанную исключительно на страхе перед руководством, неприемлемой и недопустимой. Я думаю, что при такой схеме управления руководитель собственноручно ставит себя и своих сотрудников по разные стороны баррикад. Если интересы сотрудников совпадают с интересами руководителя, если их взаимоотношения строятся на взаимоподдержке, то необходимость в таком строгом тотальном режиме отпадает сама собой. Я стараюсь своим персоналом отношения строить в демократической форме. Сталкивалась ли ты с проблемой мотивации коллектива и какой был выход из ситуации? Каждый коллектив – это группа единомышленников. Задача руководителя – привести этот коллектив к общей цели. Работать в сплоченном дружном коллективе легко и приятно. Мы, как руководство, стараемся создать все условия для того, чтобы нашим ребятам работалось максимально комфортно. Ну и один из самых лучших мотиваторов, наверное, все-таки в наше время является стабильность. Мы также, повторюсь, со своей стороны обеспечиваем эту стабильность для своих сотрудников. Они знают, что всегда все у них будет вовремя. Ну и, наверное, очень важно в каждом отдельном члене персонала видеть не просто сотрудника, а прежде всего человека. Они это очень ценят, так же, наверное, как любой человек. И с полной отдачей отвечают тем же. Есть ли жизненные принципы, которые помогают тебе и в карьере, и в жизни? Ну, наверное, прежде всего, это принцип бумеранга. Делая людям добро, оно к тебе возвращается. Так же, как делая зло, можно получить аналогичный ответ. Второе – это всегда нужно соблюдать золотую середину. Работа на износ никому не приносила пользы, и здесь очень важно соблюдать баланс. Следует отметить, что никогда не стоит жаловаться на судьбу, и к любым неприятностям всегда нужно относиться легко и с улыбкой. Ну и, конечно, наверное, закончить следует тем, что всегда нужно любить то, чем ты занимаешься. Касается это работы или всего остального, что тебя окружает. Вот я сама очень люблю петь, и караоке-бар никогда мне не надоест. Скажи, а ты когда-нибудь сомневалась в выбранном направлении? Я думаю, что здесь скорее, наверное, бизнес выбрал нас, нежели мы выбрали его, потому что так сложились обстоятельства, так сошли звезды. И судьба нам подарила такой замечательный шанс, как возглавить, на мой взгляд, очень интересное дело – это караоке-бар. Я не перестаю, приходя на работу, не перестаю удивляться, чему-то новому всегда учиться и открывать для себя что-то интересное все время. Вера, ты заранее планируешь свой день или это происходит как-то неожиданно и спонтанно? Я могу сказать так, что я не принадлежу 100% сама себе, поэтому позволить такую роскошь, как спонтанность, я себе не могу. Мой день всегда четко спланирован, и не только день, а неделя. Я всегда знаю, куда, где, во сколько я еду, поэтому здесь планирование – это мой конек. Как современной девушке правильно распределить свое время и соблюсти вот этот баланс – дом, семья, работа? Я считаю, что здесь вопрос приоритетов, расставления приоритетов, и в моем случае они расставлены. Дом, семья – работа. Несмотря на то, что я являюсь бизнес-вумен, как это сейчас модно говорить, я все-таки отношу себя больше к семье. Работа у меня является по остаточному принципу, но мне удается все это совмещать и все успевать. Расскажи, чему бы ты хотела научиться в ближайшее время? Какие у тебя сокровенные планы? Учиться люблю и люблю самосовершенствоваться, поскольку бизнес – это для нас новый с мужем, хоть мы давненько уже им занимаемся, но тем не менее он постоянно развивается, модернизируется, и хочется не отставать, хочется за ним успевать и превосходить. Поэтому планы есть, обучение специализированное по основе ресторанного бизнеса. Я планирую, чтобы это было MBA, но как получится. Пока планы такие, надежды такие. У нашей героини прекрасная дочка-второклассница. Вера, скажи, как Софья относится к твоей профессии? Она замечательно относится к моей профессии, потому что все, что связано с пением, ее безумно увлекает. Ее и ее подруг, поэтому они с удовольствием приходят, поют, естественно, в дневное время. Я считаю, что она мне гордится. Я считаю себя примером для подражания своей дочери. И прочитала где-то интересную мысль. Для того, чтобы девочка выросла счастливая, ее нужно научить двум вещам. Это ухаживать за собой и всегда ей говорить, что она красивая. Я соблюдаю эти правила. Я на своем примере показываю ей, как нужно ухаживать за собой, и никогда не устаю ей говорить, какая она у меня красивая и прекрасная. Поэтому для нее, я думаю, что я являюсь примером для подражания. Мне так хочется думать. Скажи, какая твоя личная формула успеха и что ты можешь посоветовать начинающим предпринимателям? Моя личная формула успеха – это любить то, чем вы занимаетесь. Без любви к своему делу никогда ничего не получится. И занимаясь тем делом, которое не приносит вам никакого удовольствия, ничего из этого хорошего не будет. Это моя личная формула успеха. Вот просто относиться ко всему, к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе и делать то, что ты любишь. Самое главное – это четко понимать, что вы ждете от своего бизнеса. Бизнес-план в этом деле не просто какая-то красивая бумажка с названием интересным. Это серьезный документ, который дает вам возможность просчитать все свои риски, потери, вложения. И на своем опыте, поскольку я очень много с этим работала в свое время, могу сказать, что бывают такие случаи, когда ожидания, надежды ожидания не оправдывают. И когда все ваши мысли переносятся на бумагу, выходит совершенно иная картина, и этот бизнес уже не кажется вам столь прибыльным и интересным, нужным, какое это было в начале. Поэтому бизнес-план в отношении начинающих предпринимателей – это самая главная и важная такая существенная деталь. А сейчас у многих людей все звон отпусков, и все в раздумьях, куда же пойти. Может быть, у вас есть какие-нибудь интересные акции? Да, у нас акций на самом деле много, и много таких акций, которые мы только готовим к запуску. У нас для этого существуют специалисты, которые занимаются арт-продвижением нашего бизнеса. Из тех, что существует, могу сказать, что у нас есть дни – это вторник и четверг, когда девушки у нас могут прийти совершенно бесплатно попеть. В четверг всем приветственный welcome drink на входе мы угощаем напитками. В любой будний день у нас действует скидка для именинников в честь дня рождения. Ну а по пятницам и субботам наш ведущий дарит отличные эмоции и хорошее настроение всем нашим гостям. Также мы можем провести любое мероприятие для вас. Это может быть и девичник, и мальчишник, и свадьба. Этот опыт у нас тоже есть. И хорошая наша креативная команда с этим отлично справляется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова